Мешают уборке снега и ставят под угрозу безопасность дорожного движения. О запрещающем остановку знаки водителям рассказывают еще на первых занятиях в автошколе. Мера наказания за его несоблюдение тоже давно определена. Приезжает на ряд ДПС, задерживает транспортное средство, привлекает, выписывает постановление по статье 12.16.4. Это штраф, предусматривает 1500 рублей. И дополнительная мера, то есть это задержание транспортного средства и перемещение его на специализированную стоянку. Соответственно, в случае, если собственник выходит, соответственно, выписывается только штраф без задержания транспортного средства. С начала года городские власти определили 8 участков дорог, где оставлять свои транспортные средства запрещено. На улице Первомайской также появятся дополнительные знаки. К слову, и сейчас здесь есть запрещающие таблички, но водители в упор продолжают их не замечать и объясняют это абсолютно разными причинами. Начинается от знака. О, после знака начинается, правильно? Ну, это мы у вас как водителя спрашиваем. Ну да, после знака начинается. Вообще на знаки внимание обращаете? Да. И больше останавливаться не будете? Не буду. Но сейчас я не нарушил. Например, здесь знак «остановка запрещена». Видели его? Нет, не обратил внимания. Если приехал, уехал на пять минут, это вполне решаемо. И человек, он видит, когда идет уборка снега, перед трактором он не будет парковаться. Тем не менее, только за январь череповцы эвакуировали на штрафстоянку 131 автомобиль. Все они были припаркованы под запрещающими знаками. Инспекторы ГИБДД и городские власти отмечают, таких знаков может стать больше. Так, например, к новым участкам с ограничениями относится и улица Портовая. Здесь уже установили знаки, запрещающие оставлять свои автомобили на той или иной стороне проезжей части. В зависимости от четных и нечетных чисел. Это поможет коммунальщикам качественно убирать снег. Если мы, осуществляя уборку улиц города, машины никуда не эвакуируем, просто условно поднимем их или переставим на вычищенное место, машина не перемещается, собственник найдет ее на месте, где он ее оставил. То в случае нарушений предписаний правил дорожного движения, возможно эвакуация на штрафстоянку с последующим возмещением всех расходов. Совместный рейд с инспекторами ГИБДД череповецкие коммунальщики планируют организовать в ближайшее время. Там, где запрещающий знак стоит совместно с табличкой эвакуатора, припаркованное авто отправится на стоянку. А на тех участках, где эвакуация не предусмотрена правилами, нарушившие водители получат штрафы. Рейд затронет особо проблемные участки, включая улицы Портовая и Первомайская. Мария Еберенко, Александр Беспалов. Новости.